здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале живем мы в станице геогинска если кто не знает это в адыгеи недалеко от белореченска где-то километров 20 и где-то километров 100 100 120 от краснодара живем здесь уже скоро будет шесть лет я показываем свой сад рассказываем о своей жизни мы переехали из омска кто еще первый раз смотрит мои видео в принципе нам здесь не в принципе и нам здесь очень конечно нравится хочу вам показать сегодня другую часть огорода вчера цветы показывала сегодня вот хочу показать своим свой свой сад здесь у нас виноград он уже темнее но потом покажу на обратном пути вот сейчас хочу показать персик у нас ранее ранее персик он там был он маленькая деревца но уже подоносил ранний персиком так как у нас их много очень удобно один раньше другой попозже а потом еще еще до конца сентября будет персики зреть сейчас покажу вот этот молодой персик том году тоже было очень мало персиков вот и вот посмотрите в этом году сильно мы формировали но персики не удаляли нам не обязательно чтобы они прям были совсем крупные он их посмотреть сколько их много опали персики надо будет собрать их посмотрите тоже вкусный сочный такой персик это персик с косточки такой обычный колерованный с косточки видите как вырастает какое обилие персиков сейчас с этой стороны зайдем мы уже его кушаем здесь уже с этой стороны он они они падают в основном которые падают они мягенькие это главное что во время их надо их во время собрать эти вот еще жестковатенькие мы их не собираем заранее персики потому что они когда их собираешь они уже сладость свою теряют а вот которые сами упадут с дерева у они очень сладкие ну очень сладкие ну конечно и он побаливал персики очень сложно выращивать я уже как-то говорила об этом вот смотрите какая красота вот персик все персик персиковое деревце вот оно ну какое быстро так растет персик ну прям очень быстро растут растут на следующий год вот этот вот персик тоже будет сейчас я отойду в сторонку вот оно на нем было два персика а вот один кстати персик упал тоже такой же небольшой персик тоже с косточки на рынке покупали и вот на следующий год уже будет вот столько же персиков надеемся а вот здесь вот будет позднее персики но крупные крупно это еще не мы садили это еще хозяева старые садили вот вот смотрите как ну как тут персики они практически круглый год плодоносят главное вовремя делать обработку а то иначе урожая совсем не будет сейчас уже конечно мы ничем не обрабатываем это всяких хватает он всяких вот налетов на них они портятся ну и дну и она и нам и нам хватит хватает персиков без крупные конечно вот эти вот одно дерево валерова убрал в этом году потому что она здесь он уже старый был персик красивые тоже и кушают их червячки но на все хватает это вот здесь вот еще у нас молодые посажены персики персик нектарины здесь вот молоденькие тоже посадили заранее хотим его привить на ранний персик ранее кстати персики они меньше болеют когда потом уже начинает то клопы то еще какие-то гусеницы раньше он ранее у нас он там самый ранее ранее персик в июле как-то он обходит вот этот вот эти вот его вредители он успевает отплодоносить вот он какие какие красавище раз покажу сегодня у меня по плану будет посадка клубники вот это у меня азия сейчас отойдем в сторонку я вот от нее на прошлом году садила совсем свежие кустики я от них брала усики и здесь вот будем их потом от них брала усики вот часть у меня осталось на грядке а часть я в горшочках пересадила ними там возле теплицы вот их принесем и будем садить валера вне здесь вот сделал грядки ну вот что-то мы так с ним подумали было у меня 14 рядов сказала ей мне хватит клубники вот это потому что очень она трудно такая трудноем трудоемкая конечно клубника за ней уход нужен а я еще люблю чтобы у меня было все аккуратненько не зарастало чистенько это конечно стоит немалых трудов и вот еще посадим посадим три ряда и все у меня будет раз два три четыре пять шесть семь семь рядов ну здесь вот росла клубника но мы сделали места валера выкопал где были где были в основном дорожки вот туда и посадим решили а я здесь здесь оставить удобрениями потом рассыпал валера удобрения разные суперфосфат потом не травмофоску перегной и вот буду садить клубничку а вот здесь у нас поле такое вот пустое образовалась хорошо хотели же мы как я все говорила теплицу 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 ну что там я позвонила в одно место в другое цены конечно нынче очень аховые такая которой хочется теплицу она тысяч 40 стоит ему что-то подумали с валерой нам проще будет нанимать два раза в год чтобы нам вспахали вот здесь вот землю и под помидоры чтобы мы сами чтобы сам валера не мучился и вот и будем помидора конечно меньше садить чем в этом году и все ну а здесь вот и чеснок посадим и может быть даже чтобы не поставала земля дыньки посадим не арбузы а дыньки сейчас покажу у нас я вначале думала что это дыня взошла потом оказалось что это арбузы арбузики взошли сами кто-то их посеял или птички или сами уронили когда в компост эти коркин несли и посмотрите хотя отсюда я обычно по этой дороге не хожу для компоста у меня вон есть вот дорожка и вот посмотрите что выросло сейчас покажу вот ждем гостей из из новосибирска хочу показать им вот наши арбузы я думаю что они как раз их дождутся должны приехать через недельку сейчас вам покажу вот один арбузик мы съели он маленький был какой-то смотрю он уже начал портиться а вот эти вот два арбуза вот он посмотрите вон уже стучат уже стучат еще хвостик еще зеленый хвостик пусть еще полежат немножечко позреют вот сами по себе практически без полива в такую жару без нашей помощи без посадки и выросли 1 уже килограмм 8 наверно точно есть один растут и главное красиво так вот землю вот эту ведь они какая заполонили землю ведь какая у них красивая листва у арбуза такая ажурная она листва и вот достаточно места здесь много для арбуза надо надо прям большую площадь чтобы арбузы были эти у нас там получилось какая здесь вот бахча бахча нежданно малина нынче кстати не радует не только у меня у всех вот посмотрите ну вот вот этот еще ничего сорт она как-то вот это он себя не показал не не показывает сорт этот ведь она вот мы может быть обгорает малина обгорает вот сейчас покажу и мелкая этот еще не а первый ряд там вообще грустно это сегодня собрать малинку поливаем поливаем ее на видать сухость воздуха жара это больше 40 на солнце конечно же на нее действует потому что вот у меня вон там вот первый ряд выросли большие такие кусты а все засохли на верхах ягодки хотя и поливали мы сейчас валера еще фосфором калием подкормил но вот с этого ряда еще собираем малину ну хотелось бы конечно ее чтобы она была не такая она была она должна быть покрупнее вот и нынче такая вот беда на юге с малиной ну ничего нам немножко несколько баночек на зиму всегда приготовлю и заморожу малину нам хватает желтая еще пока тоже не плодоносит не знаю будем с ней разбираться наверное будем не будем ее вырезать полностью а будем ее резать вот оставлять метр двадцать где-то валера и чтобы на следующий год в июне она уже будет плодоносить так-то много малины ну будем ждать сейчас вот жара спадет она не набирает свою массу ведь она маленькая становится на некоторых даже засыхает ну такая жара не каждый год прям два месяца вот это жары практически мы здесь столько лет живем уже 66 лет почти такой не было продолжительной жары прям подряд то обязательно или дождик или какие-то там качельки небольшие а в этом году прям жарит жарит помидорки ничего но он уже начинает некоторые портятся конечно но узнаете стоят это скорее здесь еще видите с этой стороны солнце попадает надо на следующий годик год ряд перенесем туда подальше вот я говорю валера колышки надо заметить будет когда будет скапывать нам заранее колышки поставим чтобы ряды делать вот где у нас проходы и солнце будет меньше попадать он там подальше более зеленые стоят помидоры листья все равно уже обычно в это время мы вообще убираем помидоры то фитофторы да и в этом году еще прям держится дюжат и помидор столько много я уже на заготовила и соки наделала и лечо все все они все еще он он особенно у меня вот эти крупноплодные томаты прям я даже уже ничего не делаю не по сынку и сока и будет сока будет нам уже точно хватит этих помидор куда нам их все завязываются и завязываются завязываются и вот они они уже зеленые сколько ты они недавно убирала помидоры собирала еще знакомая приезжала и почти ведро тоже помидор отдала видите сколько очень любим и желтые помидоры у меня желтых очень много кстати если у кого повышенная кислотность рекомендует желтые помидоры вот эти вот эти вот помидорки прям я их буду садить они конус я забыла как их называются в их называю конус потому что есть у меня сердце желтая а это вот такие вот они интересные такие но вкусные сладкие все хорошие помидорки вот здесь вот малина вот я показывала вот она вот это моровила очень вкусная крупная малина такая красивая с таким небольшим конусом вот видите ну вот вот стала вот немножечко набираться свой сорт еще не совсем показывает ну а первые вот даже валера обрезал верхушки они все засохли ну вот надеемся что вот эти отрастают отрастают и будет опять урожайчик нас немножко хоть порадует здесь у нас компостная куча это вот уже компостная куча здесь у нас ведь она была большая большая можно в этом году уже ее разбирать смотрите какой дуран и дурман вы вырос не знаю как он называется я вам показывала уже сам по себе растет и сам сеется и сам здесь выращивается цветы такие вот огромные он шапки пчелка пчелка эти не мешают плющик здесь у меня уже представьте как будет красиво когда вот эту стену страшную плющиком закроется ты его здесь вырастет выращиваю прям будет очень красиво так а вот здесь вот где у нас была мята сейчас покажу мы пересадили вот у меня было два в горшках бузины бузины вот здесь будет бузина у нас она будет из красоваться не все же плодовые деревьях садить пусть будет красиво здесь тоже будет вот этот вот закрывать забор эту мы пересадили ничего немножко обломали вот мокренькая еще земля она уже отроски дает ладно пойду сейчас клубнику при нас принесем и буду ее рассаживать пока солнца сильного нет ну сейчас прохладненько 7 часов утра прям достаточно прохладненько сейчас пойдем сейчас с вами тепличку маня поздоровайся ухо любит же ласку да ты моя хорошая девочка дети моя сладкая вот такая ой такая и сегодня где ночевала а где ночевала ой ой игрулька игрулька ты моя красотка трусиха как кто-то придет в гости прячется сразу самая трусливая кошечка дамой мальчик а не кусается она играется перчики надо собрать никогда было на этой неделе ну тоже подросли я уже собираю постоянно крупные сейчас уже немножко мельчают ну их тоже у меня уже и наготовила надо еще на на заморозить еще сделать перцы мне понравились перцы перчики маринованные вот сколько у меня посадочного материала сейчас перенесли сюда сейчас буду выбирать такой самые хорошие буду выбирать если не хватит потом уже там грядки есть у меня прикопаны такая вот клубничка некоторые уже знаете он усы аж дали так он уже смотрите какие он какая какой посадочный материал хороший усик конечно оборву сейчас я примерно прикину сколько это надо будет здесь не так и много надо будет хочется все рассадить уже прям знаете хочется много много посадить но марина останавливайся останавливайся марина посадка это самая легкая потом вот это все усы да даже ягоду собирать это это не очень легко главное потом ее постоянно обрабатывай убирая листья вот эти все сухие вот особенно весной весной тяжело это все все надо чистить обрезать дачу говорю все знаете кто кто клубнику держит что это такое ну так у меня в принципе она в хорошем состоянии зелененькая вся вот ну сейчас буду я разбирать кустики примерно прикидывать здесь один ряд и там а там два ряда ну как получилось чтобы не садить я нам не росла вот в этих промежутках так вот так получилось потом валера сделает капельный полив обязательно на следующий год сейчас уже и не надо можно так шлангом сверху полить и все а капельку надо когда вот за ягодки зреют включил и и поливается на себе потихонечку по капелькам ягодку не портит да и нам труд облегчает вот клубничку я расставила примерно по 40 сантиметров между ними очень удобно вот валерами такую палочку сделал вот с меточками главное первый рядочек а там уже примерно по ним по равняться по первому ряду вот так у меня получилось даже еще немножко осталось хочется все посадить все посадить клубникой марина остановись еще раз говорю остановись потом будешь плакать на коленках когда ползать вот здесь уже манечка у меня пристроилась у мать и коробочка наша коробочка все можно и поспать дома маня маня никак не может перевернуться да ну спи и спи здесь у меня ни травмофоски мало валера пошел в магазин сейчас купит и буду садить жалко золы нету ну ничего потом немножко укоренится через недельку прольем калием прям под кустик то же самое будет вот такая вот получилось вот красота пойду туда чаек попью подожду валеру с магазина вытащила уже клубничку свою вот какие корни посмотрите видите вот уже срочно надо садить ее немножко вот эти корни надо вот так вот распотрошить чуть-чуть вот сейчас мы удобрение сыпанем вот так где лопаточка не насыпала так вот немножко ее перемешаем так сейчас эту ямку пролить надо будет сюда ставим удобно конечно с это чтобы главное сами уже наверно знаете сад дачники огородники чтобы сердечко не было в земле очень удобно стаканчиках она не болеть не будет потому что в стаканчиках вот это еще потом полили хорошенько а потом все это травку замульчируем вот у нас уже готов вкус на следующий год здесь будет много клубники потому что хорошая корневая система будем будем садить валера мне ямочки подкапывать а я сажу про удобрение забыла сказать это используем нитромофоску вот буквально там муж чайная ложечка десертная все вот посадили мы с валерой мне помогал молодец сейчас прольем и соломкой застелим я их покучнее решила посадить не 40 сантиметров а 30 между собой нормально потому что редки широкие достаточно пусть они закрывают от солнышка потом друг друга сейчас буду проливать вот круг не клубничку провели потом я еще подходил проходила возле кустиков посмотрела чтобы там не заглубилась у меня сердечко вот так песочком просыпали она даже если потом песок уйдет при рыхлении все равно земля будет более рыхлая и сейчас вот будем оплатывать валера уже начал оплатывать соломой сеной это сено она быстренько перегорит и удобрение еще пойдет даже на клубничку такая вот работа не так это легко с клубникой чтобы вырастет урожай был хороший сейчас будем укладывать буду помогать ему сено докладывать все показываю результат нашего труда вот три ряда принципе много времени все заняло сейчас уже жарко солнце вышло все надо уже уходить домой песочком я показала как я сделала потом вот мы еще соломкой постелили потому что у нас еще жара будет продолжаться и знаете прямо не так понравилось вот это вот контейнерная контейнерах выращивать клубнику очень хорошо чем вот эти купишь вот эти или и земли выкопаешь вот эти были ночки это прям так хорошо она сидит как у себя дома села сейчас еще под соломкой и будет прохладненько все красота расти наша клубничка чтобы всем хваталось внукам детям вот неделька пройдет можно будет и калийным удобрением подкормить хотя даже не знаю надо сейчас калийной или не надо там достаточно удобрений пусть наращивают зеленую массу и корни вот если сейчас посадили на следующий год уже должно быть здесь много клубники потому что в том году вот вот то я садила сентябре прям блиночками покупала на рынке свеженькую не не от своей брала такая худенькая худенькая то она следующий год весной в этом году то есть прям клубничка была крупная крупная сейчас вот ее надо будет вот эту клубнику которая у меня прошлогодняя надо будет ее все все убрать усы которые у меня прирощены все обрезать ее ее подокучить хорошенько пролить подкормить потому что она усики давала и тоже вот обложить свежей соломочкой и пусть она нарастает закладывает почки ягодные на следующий год ну все уже уже прям очень жарковато надо уже идти домой вот иду на по нашей олейке виноградной здесь уже был столовый виноград хороший кишмиш кустик один маленький и еще один по моему плевен мы уже его съели а там всего было по веточке мы же неправильно выращивали сейчас надеюсь со следующего года больше будет урожай вот это молдова то нам какие кисти ой это уже издалека вижу улитку смотрите вот он даже виноград кушает тут зараза такая ну а в этом году вон какой урожайчик вино будем из нее с него ставить еще хочу возле дома показать виноград тоже вот здесь вот растет смотрите какие грузья получились прямо огромные огромные здесь мы уже кушаем тоже осталось немножко он вкусненький такой не сильно в неприторно сладкий а прям приятный здесь уже вот осталось немножко скушали ну когда будет много столового винограда то и не будем его есть более будем только на вино пускать вот уже розы распустились опрыскали подкормили это не опять давать свести сейчас вот такая такое пекло уже наверное думаю не будет дым будет приходим будет хорошо особенно здесь под бананом вот ну все дорогие друзья на этом я заканчиваю пойдем отдохнем с валерой немножко до вечера мы обычно отдыхаем домашними делами занимаемся всем всего хорошего мирного всем неба до свидания до новых встреч